добрый день перед молитвой за детей я немножко скажу буквально сегодня получила слово знаете что хоть мне пришло в молитве я хочу сказать что сейчас хоть и карантин хоть и коронавирус да повсюду я хочу сказать что бог это использует во благо знаете почему есть несколько моментов первый это то что люди стали принимать слово божие у людей я имею ввиду неверующих появился то ли страх то ли что но они сейчас это благодатная почва который принимать слово божие я хочу призвать пожалуйста побольше говорите людям говорите свои свидетельства что бог сделал вашей жизни не стесняйтесь люди принимают у меня практически каждый день я разговариваю с неверующими и вы знаете очень легко очень легко льется я всем говорю что наша крыша не течет я не знаю кто то с болгарами это сленга до русский может быть переведите но наша крыша не течет я всем говорю у нас есть защита очень сильная связи до бизнесе везде до со здоровьем у нас везде есть наверху крыша у нас очень хорошая вот так что хочу призвать дорогие и второе вы знаете строю что открыл бог что у людей в связи с коронавирусом начались проблемы в бизнесе и доходы стали падать но я вам хочу сказать что наблюдая за верующими уверен верующих это не коснется и не касается может быть кто-нибудь скажет аминь здесь да я хочу сказать что бог охраняет бог охраняет то есть вот это вот пандемия пандемия да она не коснется наших финансов и еще одно слово перед тем как молиться за детей мы сегодня будем молиться не только за детей которые здесь будут стоять а за всех наших детей даже у кого они там повзрослее апсалтырь 126 с 1 а всю главу мы прочитаем если господь да если господь не содержит дома то напрасно трудятся строй строящий строить строящий уже русский забываю строящие его если господь не хранит города напрасно бодрствует страж дальше напрасно вы рано встаете поздно просиживаете едите хлеб печали тогда как возлюбленному своему он дает сон вот наследие от господа да вот давайте внимательно здесь прочитаем вот наследие от господа дети награда от него плод чрева но здесь имеется ввиду и физические и духовные дети что стрелы в руке сильного то сыновья молодые блажен человек который наполнил ими колчан свой не останутся они в стыде когда будут говорить 40 с врагами воротах смотрите интересно я раньше разделяла вообще стих 1 и 2 да про напрасно трудится страж если бог не охраняет и про детей отдельно но вы знаете это смысл там одном когда мы воспитываем наших детей нужно помнить о том что они будут нашими защитниками момент они будут защитниками на наших на нашего нашей семьи наших как ну как физических родителей они будут защитниками наши материальные сферы они будут защитниками духовной Вы знаете, перед тем, как поехать в Турцию, вот прям в ночь, это было где-то месяц, наверное, назад, я видела сон. Муж мой был в Бургасе тогда, в другом городе. Я вижу сон, что к нам в дом врываются враги. Я во сне очень часто воюю, я вообще такая по характеру, ну, я была пацанкой, карате хотела изучать, знаете, тогда фильмы такие были, не было тогда, не брали вообще, вообще тренеров практически не было, еще девочек не брали. Ну, я училась там, пиналась, ну, вот все такие вот стойки показывала, да. Ну, когда я пришла к Богу, я поняла, что есть духовная война, и моя натура такая воинственная, она начала реализовываться. И я воевала, я во снах часто воюю, и, то есть, если во сне идет какая-то война, да, я беру там или меч, или что-нибудь, там шпагу, ну, что-то во сне ко мне приходит, да, и воюю там с этими бесами. И я вижу такой сон, что к нам в дом входят враги, и я знаю, что мужа моего нет, и я беру там ружье или что-то, или пулемет, это было, да, и во сне я вместо того, чтобы стрелять, я говорю сыну, бери оружие и давай, и защищай. И я просыпаюсь и думаю, странный какой-то сон. Сын мой, он там сейчас наверху сидит. Я думаю, странный какой-то сон, почему я не воевала? Я ходила, и я размышляла, я спрашиваю у мужа, а наш сын вообще умеет стрелять? Муж говорит, нет, не умеет. И они вот две недели назад, они, ну, муж так решил, они поехали на стрельбище, там, это, стреляли. Он говорит, поехали с нами. Я говорю, нет, нет, мое время уже. Отстреляла я. Да, да. Я к чему говорю? Догадываетесь, да, к чему я говорю? Не догадываетесь? Мы, я как-то, вот я не планировала этого говорить, да, но вот Дух Святой побуждает, я коротко. Я как-то познакомилась с одним американцем, это был миссионер, и он сказал, вы вообще, говорят, русские женщины, очень мягко воспитываете мальчиков и очень строго девочек. У вас девочки все умеют, а мальчики, вот вы их почему-то так люлеете. Я, говорит, не знаю, что, почему. Ну, я думаю, что это послевоенное такое мышление, когда было много женщин, мало мужчин, и была большая конкуренция, и женщина должна быть сильной, должна была готовить, красиво выглядеть, работать, хозяйкой должна была много-много. Это где-то на генетическом уровне. И я к чему хочу призвать, вы знаете, что когда мы воспитываем детей, очень важно помнить, что они будут нашими защитниками. Знаете, раньше пенсии не было, и раньше, когда родители воспитывали своих детей, они знали, что в старости дети будут их кормить. Понимаете, о чем я, да? Это не сейчас, когда 18 лет, и мы говорим, ну все, давай, иди. Ну, то есть это тоже важно, да, 18 лет сказать, живи самостоятельно, но важно подготовить его к жизни самостоятельной. И, вы знаете, мы сегодня будем провозглашать с вами. Давайте, детки, выходите. Мы будем, дети, на молитву выходите. Да, давайте откроем стих пятый. Давайте мы провозгласим. Пойдемте, дети, выходите. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Вы знаете, мы наполняем свои колчаны. Это прообраз и физических наших сыновей, и прообраз духовных наших сыновей. Но очень важно, чтобы мы не просто их родили. Очень важно, чтобы мы взрослили, и они были стрелами. И чтобы эти стрелы полетели и поражали наших врагов. Аминь. Согласны? Давайте сейчас будем молиться и провозглашать, Господи. Наверное, про девочек мы потом, про дочерей в следующий раз, да, скажем. Но мы сегодня будем провозглашать. Просто провозглашайте в жизнь своих детей, в жизнь своих духовных сыновей, что они стрелы, которые полетят и будут поражать. Давайте будем молиться. Боже, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя за плод чрева, который Ты нам даешь, Господь. Мы провозглашаем, что это большое благословение нашей дочери и сыновья. И сегодня мы провозглашаем просто, Господь, с верой, что наши сыновья – это благословение. И мы наполняем колчан наш стрелами. И эти стрелы полетят и будут поражать врага. Мы не можем всю жизнь сами сражаться. И мы провозглашаем, Господь, и верим, Господь. И мы сегодня говорим перед Тобой, что мы берем эту ответственность на себя, воспитывать наших детей так, чтобы, вырастая, они брали это оружие, они вставали и сражались. И в конце этого псалма написано, что они будут защищать. И мы провозглашаем, что наши дети – это защитники нас, наших семей, нашего бизнеса, нашей церкви. И что у нас есть и будет продолжение, Господь. И я прошу Тебя, работай, Господь, работай с нами, учи нас, как нам воспитывать, взращивать, как нам посылать эти стрелы, не прилеплять их себе, но посылать их, отправлять туда, где Ты видишь. И мы молились во имя Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь. И благословляем воскресную школу и преподавателя воскресного школы. А, и у нас хор, да, и у нас еще хор. Давайте поприветствуем наш хор.